приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня продолжаем ознакомить с рецептами приготовления блюд по технологии suvit если вы уже смотрели наши предыдущие видео об этом мы приобрели вот такой вот чудесный прибор украинского производителя мирта кстати для зрителей канала действует скидка 1000 гривен к сожалению доставка у производителя только по украине скидка действует до 20 февраля правильно нет до 25 февраля вот до 25 февраля они вначале сделали до 14 февраля сейчас продлили до 25 февраля мы попросили и в описании видео я размещу ссылочку там где вы можете купить этот чудесный прибор со скидкой есть на нашем канале обзор этого прибора полностью все его функции ссылку я размещу тоже в описании видео на обзор и в конце видео вы сможете также перейти на следующее видео посмотреть обзор сувида мирта но сейчас не об этом сегодня мы приготовим вообще как бы по технологии приготовления сувид можно говорить очень много но мы стараемся делать не те рецепты которые там уже деланные переделанные а стараемся придумывать какие-то свои рецепты интересные и делать совершенно неожиданные блюда которые кажется ну нечего придумать делать их по технологии сувид и получать совершенно другой более качественный вкус сама технология сувид в переводе французского сувид это приготовление в вакууме в общем я очень много рассказывал видео обзоре этого прибора сейчас мы приготовим украинское национальное традиционное украинское блюдо но может не не сугубо украинское наверняка не сугубо украинское наверняка это блюдо готовят в очень многих странах снг а может и не только снг полтавские крученки с грибами и сыром обычно мы их раньше готовили в духовке но вот сегодня сегодня решили приготовить их по технологии сувид кстати в планах у нас в ближайшее время тоже будет видео мы будем делать гамбургеры и сами бургеры сами котлетки будут делать по технологии сувид для приготовления полтавских крученников мы взяли вот такое вот отличное свиное биточное мясо очистили биток от жировой кожицы и получились вот такие вот прекрасные биточки по моему они еще даже вчера хрюкали но такое мясо очень свежая очень классная для начинки мы зажарили шампиньоны с луком количество количество на приготовление этого блюда всех ингредиентов вы найдете в описании видео до золотистого цвета обжарили лук добавили туда мелко нарезанные шампиньоны не стал это снимать ну потому что это уже вообще элементарные вещи приготовить зажарку из грибов и шампиньонов с луком взяли твердый сырок в данном случае это у нас сыр собственного приготовления кайрфили если вы впервые на нашем канале мы варим сыры можете зайти посмотреть тоже интересное видео вообще мы сторонники здоровой пищи и призываем всех наших зрителей всех наших подписчиков не покупать суррогаты сыры колбасы и так далее то что продается в магазинах а готовить сами и стараемся максимально доступно объяснить о том как это делать видео у нас конечно длинные но стараемся объяснить очень подробно далее немножко домашнего майонезика немножко домашней горчички один зубчик чеснока соль и перец вот простые ингредиенты пока я буду готовить все ингредиенты я запущу сулит чтобы он грел воду плюс этой технологии тоже такие что вся еда готовится в пакетах то есть она не имеет непосредственного контакта с водой и со сковородкой получается если мы готовим овощи там допустим вот такие вещи если готовим какую-нибудь вареную куриную грудинку у нас ничего не вываривается в бульон у нас все вкусовые все соки все это остается в блюде если готовим что-то для жарки то мы получаем практически готовый но вот как частности данном случае с крученками мы получим практически готовые крученки контакт со сковородкой у них будет буквально в течение минуты соответственно не успеют образоваться канцерогены при жарке и получим прекрасное сочное блюдо прибор в обращении очень прост просто ну невероятно прост устанавливаешь нужную температуру он нагревает воду потом помещаешь туда блюдо устанавливаешь таймер и забываешь как только блюдо готово срабатывает звуковой сигнал и мы можем уже готовить приготовления полтавских крученоков я установил температуру нагрева 62 градуса и потом мы их будем готовить в течение часа первое что я сделаю это отобью беточки такая свининка красивая просто душа радуется чтобы не заляпать все две точками тем что будет лететь с беточком с беточков можно кулек использовать можно пищевой стрейч использовать вот так вот ножницы не помешали бы ну ладно пойдем все и без них и отобьем их хорошенько в результате 15 минут работы тяпкой получились а такие у нас беточки отбили их очень сильно очень качественно потому что в них на заворачивать начиночку теперь посолим их солить надо по вкусу кто-то любит очень соленая кто-то не очень соленая и поперчим перчить соответственно тоже по вкусу процедуру эту проведем с двух сторон сейчас я чувствую меня лариса выгонит от рабочего стола она воспринимает как личное оскорбление когда что-то делаю не так в общем у нас с ней происходит борьба будем считать что часть сделал я часть сделала лариса все равно это наш общий рецепт чик чик многие говорят что интереснее когда лариса готовит многие говорят что готовить должен мужчина мы особо не заморачиваемся кто готовит потому что любим это делать совместно очень часто очень часто спорим на эту тему в общем сегодня спорить не будем таким вот образом подготовим наши беточки для начинки перемешаем наши грибочки которые пожарили интересно попробуем лариса посолила когда жарила вкусные какие шампиньончики сочные жирненькие с натертым сырочком ну-ка попробуем теперь так с сырочком билисима что-то голодный такой сегодня золотень готовили колбасу я проголодался и с нетерпением жду наших вкусных полтавских крученочка натру чесночок на мелкую терочку натертый чесночок перемешаем чесночка такой децил получается может еще один зубочек для пикантности перемешаем с майонезом и маячит нам кстати друзья майонез мы готовим домашний и вам очень рекомендуем потому что в том майонезе который продается в магазинах от майонеза вообще нету ничего у нас на канале есть видео как приготовить майонез занимает приготовление его ровно три с половиной минуты поэтому если вы еще не готовите майонез посмотрите видео и попробуйте после этого вы просто не сможете не сможете магазинный майонез кушать так приготовили начиночку и лариса мне машет руками что она дальше будет делать сама но не могу не уступить место даме поэтому заворачивать крученки будут лариса и лариса заняла почетное место у разделочные доски покажет нам как скрутить рулетики берем наши лопухи которые мы набили из беточков смазываем их приготовленным соусом соус кстати тоже очень вкусный получился его уже попробовал но очень я голодные друзья жду этих рулетикова их еще так долго ждать конечно можно было бы засунуть их в духовку и приготовить ну за 20 минут но они реально за 20 ну за 30 минут ну за сколько за 40 50 за 40 50 но они будут сухие то есть их потом надо тушить в подливке так просто если их приготовить в духовке они будут сухие а приготовленные по технологии сувид они будут мега сочные просто но мы вам покажем что сейчас говорить есть предубеждение следующее что готовить по технологии сувид надо только в вакууме соответственно вам надо купить не только сам прибор для приготовления блюд сувид но и вакууматор вот мы сейчас дорогие друзья в каждом видео будем этот миф развенчивать то есть совершенно не обязательно покупать вакууматор поэтому каждое блюдо мы готовим двух вариантах половину рулетиков мы сегодня приготовим в вакууме половину приготовим в обычном зип-пакете зип-пакете прошу прощения что-то я совсем голоден лариса чуть не забыла намазать вот так хотела меня выгнать от разделочной доски сама уже быстро-быстро и чуть не забыла намазать кручен и щек ты торопишься да ладно не торопись сейчас поставим готовится и сделаешь не бутерброд мы сегодня приготовили вкусную колбасу не закрывай руками как ты заворачиваешь чтобы было видно то есть подворачиваем начале одну сторону потом запечатываем с двух сторон и закручиваем наш круче ныщик после этого обвязываем его ниткой ну желательно нитка не цветная чтобы была или черная или белая потому что часто бывает такое что цветные нитки они красятся уже по опыту я как-то зелененькой ниточкой что-то обвязал какое-то мяско и потом на нем остались зелененькие полосочки было очень удивительно лариса кстати недоумевала точно так же дорогие друзья завернем все наши рулетики давай лариса еще один красиво покажешь только так чтобы было видно на камеру а то ты руками все закрываешь и не видно как его сворачивать но я думаю что большинство наших зрителей знает как сворачивать кручен и кино все же сейчас попробую на другую сторону просто не совсем с руки но надо готовить на камеру не всегда с руки а начинку но вот эта классическая начинка кручен ики по-полтавски вообще начинку можно но тут можно очень сильно импровизировать можно допустим сделать и семги начинку можно сделать овощную сугубо овощную начинку но очень много вариантов для начинок из чего вот кстати интересно было бы из шпината сделать начинку для кручен и шпинат с сыром да да грибы можно использовать совершенно любые в общем друзья мы свяжем ну как мы лариса сейчас свяжет остальные кручен очки и я вернусь к разделочной доски продолжим дорогие друзья часть часть наших кручен очков завакуумируем завакуумируем вакуумный пакет чтобы сравнить потом результат обязательно ли так действительно готовить вакууме чик чик и чик полотенечко заходите вакууматор самую часть помещаю в обычный зиг пакет готов мне не нравится как они в этом зиг пакете находятся но ничего и отправляем вариться готовится с увит так вот я погрузил пакет чтобы из него выпустить воздух и прищепка его а этот можно быть прищепки просто погружаем устанавливаем время один час и и процесс пошел через час покажем что получилось и доготовим их буквально минутку обжарим на сковородке попробуем обязательно ровно через час прибор любезно сообщает мне что блюдо готово и получаем практически готовые крученочки теперь остается их только зажарить будем жарить отдельно чтобы не перепутать тут столько сока друзья из него можно сделать прекрасный соус чик и из вакуума аккуратненько разрежем пакетик кстати вакуумные пакеты можно запаивать несколько раз то есть он совершенно классно моется в посудомойке и потом опять запаивается из вакуума отличаются немножко спрессованные интересно как они будут по вкусу и на разрезе будут ли отличаться или нет разогреваем сковородочку и сейчас быстренько их обжарить хорошенько разогрели сковородочку и обжарим наши крученочки естественно на растительном масле буквально по минутке с каждой стороны а пока крученочки обжарится я проанонсирую наше ближайшее видео друзья мы научились делать домашний шоколад непосредственно из бобов какао и вот ближайшее время будет мастер-класс то есть мы сделаем видео и расскажем вам дорогие подписчики дорогие зрители как делать настоящий черный шоколад совершенно натуральный без всяких примесей мы сейчас с ларисой на недельку уедем а вернемся и одно из первых наших видео будет посвящено домашнему шоколаду это настолько круто я вам просто не могу передать я реально такой же такого шоколада ну может и ел где-то но когда ты понимаешь что ты его приготовил сам там нет вообще ничего кроме сахара и бобов какао то есть мы делаем полный цикл покупаем сырые бобы обжариваем их и потом из этих бобов готовим черный шоколад это это просто фантастика поэтому ждите наше новое видео будет интересно а пока обжариваем крученочки напоминутки с каждой стороны и крученки по-полтавски готовы снимаем их со сковородочки чуть-чуть мы их сильно не зажаривали буквально чуть-чуть чтобы они позолотились и будем дегустировать и так разрежем и посмотрим что у нас получилось но не очень-очень нежные реально нежнейшие вот такой вот крученочек приготовлены в вакууме и теперь разрежем тот который без вакуума в обычном зип пакете но по ощущениям как режется так вроде бы одинаково но и так по ощущениям одинаково мясо полностью приготовилась сейчас друзья попробуем уже слюнки глотаю ну начнем с того который приготовлен не в вакууме нежнейшее мясо очень сочная начинка она совершенно не потеряла ничего то есть всего у нас получилось шести крученоков может быть рюмка бульона все соки мяса все соки грибов вот вся сочность осталась внутри за счет этой технологии приготовления теперь тот который в вакууме интересно будет отличаться или нет немножко отличается в вакууме мясо более пропиталась с вкусом и соком грибов и сыра все-таки отличие есть но но не очень значительное вот когда пробуешь один и за ним другой то чувствуешь по сочности крученок и совершенно одинаковые там где приготовлен тот который приготовлен в вакууме все-таки более яркий вкус поэтому не могу сказать что в данном рецепте совершенно никакого значения не имеет но как видим можно приготовить и в обычном zip пакете рецепт очень классный мы экспериментировали у нас все получилось и получилось очень вкусно поверьте вот в обычной духовке и потом с помощью туши ну протушить потом в бульончике вы не получите настолько яркий вкус полтавских крученоков поэтому друзья с удовольствием представляем вам этот рецепт если у вас есть сувид можете пробовать если нету сувида можете воспользоваться скидкой торговой марки мир на которую предоставляют но любезно они предоставляют для наших зрителей для наших подписчиков ссылка будет в описании как я уже сказал а мы благодарим вас за внимание подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх ну и ожидайте шоколад скоро будет домашний крафтовый шоколад это очень круто друзья всего доброго пока